Первый сезон достаточно тепло приняли критики, особенно отметив актерскую игру. Хотя не обошлось и без негативных откликов. Несмотря на это, сериал полон ярких красок, которые с каждой минутой все больше и больше затягивают в свой водоворот событий. А события развиваются там очень стремительно. Но многие зрители очень хотят увидеть продолжение этой прекрасной истории. Ведь всегда интересно, что в жизни героев могло бы быть дальше. Но на момент выхода данного ролика, какой-либо информации о дате продолжения не поступало. В связи с этим, стоит быть осторожным с недостоверными источниками. Сейчас появляется много информации, которая вселяет ложную надежду. Нам остается лишь надеяться, что авторы начнут делать продолжение как можно раньше. Потому что положительных отзывов намного больше, чем отрицательных. А значит многие не хотели бы останавливаться на том, что есть, и были бы не против нового сезона. Но сейчас, чтобы вы смогли получить еще больше эмоций до официального анонса, мы собрали для вас лучшие сериалы, которые обязан посмотреть за свою жизнь каждый любитель интересных сюжетов. Вы точно найдете для себя что-нибудь интересное. В первой серии сериала, спецназовец Александр Кучин после службы в армии вернулся в родной город. У него есть мечта, чтобы Россия стала лучшей страной в мире, и люди в ней жили хорошо. Следуя ей, он пытается перевоспитать нерадивых земляков любыми способами. Александр со школы влюблен в Елену Сосарину, которая мечтает уехать в Москву и стать знаменитой звездой. В то же время к Александру неравнодушная Екатерина Тетерина, простая девушка, готовая принять его любым, ведь для нее он настоящий мужик. Здесь зритель видит неклассического героя подобных произведений, который пытается познать непостижимые пути российской государственности. Здесь герой просто любит свое отечество, без вопросов к нему, без претензий. И делает это не потому, что вокруг него все чудесно. Наоборот, его идеал вечно сталкивается с бытовыми ситуациями, в которых оказывается почти не жизнеспособен, но герой остается непоколебим, несмотря ни на что. Герои по-доброму простые, здесь вы не найдете сильной личностной борьбы и глубокой рефлексии. В нем есть интересный конфликт человека, борющегося за общество, и его будущее против желания этого самого общества. В день премьеры сериал стал лидером вечернего слота в России по доле просмотров с аудиторией почти 2 миллиона зрителей. Ситком был представлен 25 октября 2018 года в Московском кинотеатре «Октябрь» во время презентации премьерных проектов 2019 года. Однако сериал так и не вышел, премьера была перенесена на начало весны 2020 года. Продюсер Антон Зайцев рассказал детали о сериале. Патриотизм и юмор уживаются прекрасно. Столько хороших комедий было сделано в советское время, где показаны люди, как с высокими идеалами, так и со слабостями, патриотическая комедия, беспокойное хозяйство, интервенция, гусарская баллада. При этом наш сериал – это комедия не о патриотизме, это комедия, где одного из героев называют патриотом за его яркую позицию, но на самом деле, все герои здесь патриоты и любят свой маленький городок. События сериала происходят в СССР в конце 80-х. Это история о жизни простых советских людей, о молодости, о зарождающихся романтических чувствах. Житейские истории о любви и дружбе разворачиваются на фоне событий, приведших к коренным изменениям в жизни страны. Главный герой сериала – Иван. Он учится на втором курсе института, живет со своими родителями и младшим братом, а также дружит со своим лучшим приятелем Серегой. Вскоре Ваня знакомится с соседом по имени Боря. Ваня встречает девушку с именем Инга. Он влюбляется в нее, но она не отвечает ему взаимностью. Инга поселилась в общежитии и знакомится с соседкой, которую зовут Маша. Она комсорг факультета. Чтобы Инга заметила Ваню, он и Серега решают организовать квартирник, где должен присутствовать Виктор Цой. Цой так и не приезжает и в итоге квартирник спасает Галдин, который положил глаз на Ингу. Из-за квартирника у семьи Вани сломался телевизор и ему пришлось устраиваться на работу. Вскоре он познакомился с Катей и они временно стали парой, а Инга начинает встречаться с Галдиным. Сериал показывает невероятные изменения, которые произошли за несколько десятков лет. Сегодня в квартире можно установить домашний кинотеатр с большим экраном, а раньше в каждой семье смотрели советский телевизор-рекорд. Благодаря сериалу можно убедиться, что в прошлом веке считалось престижным иметь красный телефон чебурашка польского производства. Позвонить с улицы в 80-е годы можно было только с помощью телефона-автомата. Для современного поколения такой проблемы просто нет, ведь в мире появились смартфоны. Из интервью с Александром Якиным. Мне кажется, в первую очередь данный проект будут смотреть наши родители. И современные молодые люди тоже, потому что им будет интересно понять, как жили, общались, развлекались и влюблялись в то время. Забавно, но тогда даже шариковая ручка, привезенная из Югославии, очень ценилась, а сейчас ей вряд ли кого удивишь. Во время подготовки к съемкам Наталья Зимцова расспрашивала свою маму о жизни в 80-е годы, искала на антресолях вещи того времени и даже читала журналы о моде, датированные 80-м годом. В первом эпизоде проекта американского шпиона засылают в Газпром и ставят перед ним сумасшедшую задачу – стать русским. На обучение шпиона тратят полтора миллиона долларов. Под видом русского инженера Олега Меньшова он внедряется в региональное подразделение крупной российской компании в городе Ноябрьск, чтобы получить секретную информацию о новейшей разработке российских ученых в области добычи газа. В идеальной подготовке шпиона есть только один пробел. Он совершенно не понимает наш менталитет, что ставит под угрозу проведение всей операции. В ходе своей миссии герой знакомится на первый взгляд с простым кубанским парнем по имени Валера и местной красавицей Мариной, которой у него постепенно возникают чувства. Американскому шпиону придется разрываться между дружбой, любовью и своей миссией. И с каждым днем выбор будет становиться все сложнее. Исполнитель главной роли Леонид Бичевин рассказал подробности о проекте. Этот сериал надо смотреть всем. Просто потому, что у нас получился классный сериал. Мне кажется, наш проект это и есть настоящая ситуационная комедия, когда показывается, как главный герой вырывается из всех возможных передряг. С одной стороны, мы шутим и показываем шпионские игры. А с другой, наша история про любовь, дружбу, предательство, долг. Через взаимоотношения главного героя можно глубже понять какие-то вещи о самих себе. Актриса Евгения Брик высказала мысли о своей героине. «Мне было интересно играть эмоции, которые я не применяю в жизни. Режиссер разрешал мне использовать любую реакцию, и это здорово. Для меня роль Марины – актерский вызов. В сценарии очень четко были определены характеры. Мы, конечно, добавили своего, но изначально все было гениально прописано. Сразу складывается определенный образ и узнавание. После долгих проб ко мне пришло понимание, что Марина – это Дженнифер Лопес местного разлива, но при этом вместо уверенности она может быть абсолютно потерянной». В первой серии показываются события, которые предшествуют проявлению симптомов у пациента. На протяжении эпизода команда врачей пытается определить болезнь, вызывающую эти симптомы. Используется метод дифференциальной диагностики, при этом врач-диагност Рихтер руководит обсуждением диагноза. Его интересуют только самые сложные и запутанные случаи, проще говоря, медицинские головоломки. Рутинная работа в больничной поликлинике навевает на него скуку и раздражает. Рихтер избегает разговоров с пациентами, поскольку твердо уверен, что они лгут. В прошлом Рихтер перенес сложную травму на бедре, инфаркт четырехглавой мышцы. И теперь он ходит, опираясь на трость, и пьет сильные обезболивающие. Рихтер самоуверен, заносчив, резок и циничен, не обременяет себя соблюдением правил хорошего тона и временами кажется, что сочувствие и сострадание ему чуждо. Строить личные и профессиональные отношения он не умеет и кажется не хочет. Люди, находящиеся рядом с ним, становятся объектами насмешек и провокаций, за которыми бывает непросто рассмотреть искреннюю заботу. За создание российского Доктор Хауса взялся телеканал «Россия-1». Главную роль эксцентричного врача в русской версии сыграет Алексей Серебряков. Режиссер Андрей Прошкин рассказал детали о сериале. Рихтер – циничный, замкнутый и одинокий. С ордоническим чувством юмора, как и Доктор Хаус. Но, на мой взгляд, он не лишен сострадания. Для него сострадание выражается через действие, а не через общение или похлопывание по плечу. Мы старались сделать персонажей не пустой калькой, а достоверными для нашей действительности. Герои должны оставаться живыми, чтобы за ними было интересно наблюдать. Поэтому какие-то вещи мы оставляем как в оригинале, но меняем детали и интонацию. Первоначально предполагалось, что премьера четвертого сезона сериала выйдет в свет осенью 2020 года. В дальнейшем, однако, было объявлено о переносе сначала на февраль, а потом на октябрь 2021 года. Сериал является российской адаптацией популярной британской и американской теленовеллы «Бестыжие» 2011 года. В центре сюжета многодетная семья, в которой отец-алкоголик пытается в одиночку воспитывать шестерых детей. Он алкоголик со стажем, живущий в свое удовольствие. К сожалению, вопрос о благополучии детей не входит в круг его первостепенных задач. Брошенным на произвол судьбы детям приходится самим учиться выживать. С самого детства они привыкли надеяться только на себя. Ни отец, ни мать ребят не обладали необходимыми для родителей качествами. Они только и делали, что пили и развлекались. Когда мать бросила семью, а отец ушел в продолжительный запой, дети вздохнули с облегчением. Непутевые родители только усложняли их и без того непростую жизнь. Теперь дети живут под присмотром своей старшей сестры, которая делает все возможное. Режиссер сериала Антон Маслов прокомментировал подробности сюжета. Мы стремились к документальной правдоподобности, но старались сделать так, чтобы эта история не была черной. Наш проект про оптимистов и для оптимистов. Сложно сравнить эту картину с другими отечественными проектами. Эксперимент, который сочетает в себе провокацию и в то же время железобетонную драматургию. Подобного у нас еще не было. Получилась история про необычную русскую семью, которая не унывает при любых жизненных ситуациях. Пока они вместе, они сила. Съемки сериала происходили в подмосковном городе Щелково, а по сюжету все события разворачиваются в вымышленном городке Мамонова. Актер Алексей Шевченков рассказал детали проекта. Это тот редкий случай, когда адаптация получилась не хуже оригинала. Я специально не смотрел британскую версию до начала съемок, а посмотрел уже после окончания работы. На мой взгляд, наша версия получилась более захватывающей. В первом эпизоде старшая дочь главы семейства Катя в условиях полной нищеты пытается заменить и отца, и мать. Она пытается хоть как-то заработать и вырастить младших братьев. Отдыхая в клубе со своей подругой Оксаной, которая снимает со своим парнем комнату у Груздевых, Катя знакомится с симпатичным парнем Дэном, зарабатывающим на жизнь весьма оригинальным способом. В дебютном эпизоде главные герои сериала Миша и Дима дружат с самого детства. Когда они стали взрослыми, они стали заниматься общим бизнесом, руководя мебельным магазином. В итоге они построили свое жилье, практически одинаковые во всем особняки, по соседству и без забора между участками. А когда обзавелись семьями, то стали дружить домами. Супруги Миши и Димы тоже очень быстро нашли общий язык. Между этими людьми, казалось, царила такая идиллия, которую разрушить просто невозможно никому и никогда. Но внезапно их дружба заканчивается бесповоротно. Из-за вскрывшейся тайны обе семьи стали злейшими врагами друг для друга. Актер Егор Бероев рассказал о сериале. Мой герой Дима, до предела увлекающийся человек, он очень старается соответствовать той дороге, которую выбрал. Я думаю, его развод с женой, это частая ошибка в жизни многих людей. Когда супруги думают, что разлюбили друг друга, и нужно искать других. Но это просто такой этап в семейной жизни, после которого опять вдруг может случиться взрыв и эмоции. Режиссер сериала также поделился в интервью своим мнением. Съемки проекта открывают для меня особую возможность создать что-то новое и свежее в знакомом формате. Это забавная история про настоящую мужскую дружбу в очень оригинальном конфликтном сюжете. Актерский состав прекрасный. Честь и удовольствие работать вместе. Семейные комедии – это жанры, в которых мы преуспели. Над проектом работают авторы и продюсеры семейного хита «Ивановы-Ивановы». Так что я не сомневаюсь, что все будет сделано очень качественно, смешно и трогательно. Словом, так как мы умеем. Рассказал генеральный продюсер Виталий Шляппа. Этот сериал – первый проект канала ТНТ, который был создан вместе с продюсерами другого проекта «Супер». Одним из них стал режиссер Клим Шипенко, постановщик комедии «Холоп», собравший самую большую кассу за всю историю отечественного кинопроката. Работа над многосерийным телефильмом велась в районе Калужского шоссе в 35 километрах от столицы. Место для съемок было выбрано живописное и очень тихое. По словам группы, единственное, с чем немного не повезло – это с погодными условиями. Съемки велись, начиная с июля по октябрь. И сцены, в которых должно было быть знойное лето, выпали на холод. Актеры ходили в шортах, стояли якобы под гребным дождем, когда их поливали из шланга, и прыгали в бассейн при температуре, которая вовсе к этому не располагала. Это российский комедийно-драматический сериал от режиссера Максима Свешникова. Одна из его работ – известный мультипликационный фильм «Алеша Попович и Тугарин змей». А сам сериал повествует о Евгении, которая потратила три года на борьбу со смертельной болезнью и, наконец, вышла победителем. Только вот оказалось, что здоровая Женя никому не нужна. Жизнь еще никогда не была такой безрадостной. Первая серия демонстрирует это сполна. В старых вещах девушка находит ярко-желтый дневник, в котором когда-то записала 256 причин, чтобы продолжать жить. Женя добавляет 257-ю – найти любовь, и отправляется на поиски своего счастья. Теперь у нее есть настоящий шанс исполнить свои желания, не тратя время на сомнения, рутину и никчемных друзей. Но убежать от старой жизни, конечно, не так просто. Полина Максимова, сыгравшая главную роль в проекте, рассказала мысли о сериале. Главное в этом проекте – то, что он дает надежду людям. В современном мире одиночества, уныние и апатия заняли самые серьезные позиции. Люди ходят с потухшими глазами и совсем не имеют желаний. Поэтому этот сериал надо посмотреть зрителям. Многие узнают себя и поймут, что все неплохо, и не стоит бояться, а нужно попробовать что-то поменять, и тогда жизнь заиграет новыми красками. В этом фильме много веры, много надежды и много любви. Продюсер Эдуард Илаян также рассказал некоторые подробности. Затронув в нашем новом сериале очень деликатную и серьезную тему, мы зашли на территорию в каком-то смысле новую для нас. Нам было крайне важно найти тонкий баланс между драмой и комедией, не сместив акценты ни в ту, ни в другую сторону. Я уверен, что нам это удалось. Сценарий к сериалу написал Алексей Ляпичев. Автор признался, что хочет, чтобы все зрители, которые посмотрят его сериал, взяли пример с главной героини с ее неистребимой жаждой к жизни. Вот что он сказал в одном из своих интервью. Мне хочется, чтобы у каждого зрителя, по примеру нашей героини, не оставалось времени на нытье и уныние. Чтобы хотелось жить и брать от жизни все каждый день, несмотря на то, что вокруг не все будет способствовать вашим планам. Но жизнь такова. Денис Сазонов Денис Сазонов, бывший пилот гоночной команды КамАЗ Мастер. После перерыва в 12 лет и краха на всех жизненных фронтах, он хочет вернуться в родную команду. Но это оказывается не так уж и просто. Так начинается сериал в первой серии. Когда-то, став самым молодым чемпионом мира в истории ралли-рейдов, он был уволен из КамАЗ Мастера за нарушение командной этики. Денис хочет вернуть чувство самоуважения и причастность к большому делу и снова выиграть ралли-рейд. Но в команде его никто не ждет. Заместитель директора команды Еремин не хочет давать ему шанс, ведь считает, что Денис серьезно нарушил командные правила. Сазонов устраивается в команду уборщиком, проходя весь путь в руль с самого начала. Но и здесь его ждет неприятный сюрприз. Он встречает свою бывшую жену, которая планирует занять место штурмана и стать первой женщиной-пилотом в мужском коллективе. Сюжет сериала выдуман, но российский спортивный экипаж КамАЗ Мастер – это действующая с 1988 года команда, которая впервые участвовала в гонке в Дакаре в 1990-м, а через шесть лет выиграла ее. Всего с начала основания команда принимала участие в ралли 29 раз и завоевала 17 наград. Съемки картины начались в феврале 2020 года, через 14 дней после ралли в Саудовской Аравии, где экипаж занял первое место. На подготовку к съемкам ушло пять лет. Сериал снимался в Республике Татарстан, где размещена база команды. А также в Астрахани и области, в Казахстане и в Москве. Проект был создан при поддержке команды и президента Татарстана. Макар Запорожский, который исполнил роль пилота Сергея Беликова, поделился своими впечатлениями о съемках. «Я потрясен. Нас прокатили на настоящих спортивных грузовиках, тех, на которых проходит трассу пилоты. Это восторг. Каждый мальчик и по желанию каждая девочка, все должны это попробовать. Даже находиться здесь очень интересно, познавательно и удивительно. Ходить по цеху, видеть, как люди сами делают эти машины. Я даже слов не могу найти из-за того, насколько я потрясен. В детстве все хотели стать космонавтами, а я мечтал проехаться по пустыне на такой машине. Честно говоря, я не знал, что команда называется КамАЗ-мастер, но знал, что ежегодно проводятся эти прекрасные ралли. И еще я знал, что КамАЗ, как и наши синхронистки, могут похвастаться такими же достижениями. Молодого Мирана на протяжении 27 лет растили с мыслями о мести. Он не умеет любить, не умеет быть счастливым. Ариян верит в чудеса и бесконечную любовь. Однажды их пути пересекаются, и они влюбляются друг в друга. Но она – дочь его врага, которому он поклялся отомстить. В первой серии проекта Миран Асланбей прибыл в Медиат и представился Насуху бизнесменом. Он предложит ему большее, чем просто партнерство. Он попросит руки его внучки Риян. Однако глава самого властного семейства в городе, Насух, имеет свои планы на Мирана. Насух считает его хорошим женихом для внучки. Он отдаст Мирану внучку, однако не ту, которую любит. В то время, как Насух будет пытаться уговорить Мирана, он не будет подозревать о планах, которые есть у Мирана относительно него. Пока все будут находиться в ожидании решения мужчин, новость, пришедшая в особняк, глубоко затронет жизнь Риян и Ерен и главным образом изменит их. Какое влияние окажет на судьбы двух семей история любви, которая начнет зарождаться на многовековых землях Медиата. Сумеет ли эта история воссоединить харизматичного бизнесмена Мирана и Риян, о красоте которой говорит весь город? Миран делает предложение семье Риян забрать ее в жены. Семье приходится согласиться. Девушка счастлива, ведь она понимает, что влюблена в него. Наступает день хны. Молодым людям предстоит пройти через многие испытания и трудности на пути к счастью, а также остановить многолетнюю вражду между своими семьями. Несмотря на то, что сериал снимается по книге, мало того бестселлеру, сценаристы решили увести действие подальше от страниц романа, пообещав зрителям сюрпризы. Интересные факты. Сериал снят по книге молодой турецкой писательницы Сумеи Коч. Сказка о любви и мести моментально стала бестселлером в Турции. И, конечно же, она стала предметом пристального внимания со стороны телестудий. Премьера данного турецкого сериала состоялась 15 марта 2019 года на турецком телеканале ATV. Сказка о любви, рожденная из мести, является слоганом сериала. Более ста стран приобрели права на показ проекта. В 1956 году бывшие сотрудницы дешифровального отдела Анна, Соня, Ирина и Катерина рискуют благополучием своих семей. Спустя больше чем 10 лет после окончания Великой Отечественной войны они решают вновь объединиться в специальную группу, чтобы начать совместно проводить расследование и помогать следственным органам в раскрытии запутанных дел. Именно об этом повествует первая серия. Съемки первого сезона телесериала проходили с 3 сентября 2017 года по 28 февраля 2018 года в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Владимир Утин поделился деталями проекта. Идея сериала была куплена у англичан, за основу мы взяли формат мини-сериала «Код убийства», но в нашем случае есть ряд изменений. Во-первых, у нас 16 эпизодов, а в оригинальной версии их 6. Во-вторых, конечно, английские женщины не имеют ничего общего с нашими в 50-е. Формально это адаптация, но по сути это самостоятельный фильм. Мы постарались воплотить в этом проекте сплав сразу двух жанров, захватывающего исторического детектива и глубокой драмы. Вместе с раскрытием детективного сюжета, зритель наблюдает и за развитием сильных драматических личных историй каждой из четырех главных героинь. О сериале также рассказала и режиссер Вера Сторожева. «У нас идет полное погружение в ту эпоху, пластику». Актрисы даже двигаться стали иначе. Ведь раньше так не общались, люди не были настолько эмоциональными и импульсивными. Конечно, все зависит от характера, но в основной своей массе они были именно такими. Что касается реквизита, то он почти весь настоящий ретро. Все доставали с большим трудом. Вещи для наших героев были привезены из Праги, там отличные костюмерные на местной киностудии. Но что-то пришлось и шить. Мы старались уделить внимание этим мелочам, старались быть достоверными. Кроме того, на съемки приглашались консультанты, генерал-майор московского уголовного розыска и криминалист. Поскольку часть съемок связана с передачей и шифрованием данных, то и на этой позиции тоже есть специалист. От опера Глеба Барнашова уходит любимая жена. Он впадает в затяжную депрессию и начинает злоупотреблять алкоголем. Начальство переводит Барнашова в отдел по делам несовершеннолетних, где выясняется, что Глеб совершенно не понимает современных детей. Особенно не понимает свою дочь, Юлю. Для того, чтобы хоть как-то наладить с ней отношения, он просит одного из провинившихся подростков подружиться с ней в одной из социальных сетей и передать ему доступ к аккаунту. Именно так начинается первая серия проекта. Главная цель сериала – донести до зрителя проблему, где социальные сети стали основным источником информации для подростков. Съемки этого сериала проходили с августа по декабрь 2020 года. 8 июня 2021 года сериал был представлен на международном онлайн-рынке фильмов, сериалов, телешоу и анимации. Роль Барнашова сыграл Павел Майков, который получил свою известность после сериала «Бригада». Образ его дочери сыграла Ирина Паутова. Для актера Евгения Стычкина сериал стал дебютной режиссерской работой в жанре многосерийного кино. Исполнитель главной роли рассказал, что в сериале ярко описаны проявления современного конфликта между поколениями. В основе сюжета конфликт поколений как таковой. Он ведь существует столько, сколько и человеческий род. Но наш сериал про этот самый конфликт именно в текущее, сегодняшнее время, потому что время у нас не очень простое. Нельзя сказать, что мой герой жесткий или грубый. Он просто не умеет любить. Очень хочет, но не понимает, как это делать. Не понимает сути любви. Он вроде что-то делает, а все не то. Но он очень любит дочь и по сути своей хороший и честный человек, поделился актер. Это универсальная история отцов и детей, но она особенно актуальна тем, что происходит в эпоху, которой мы раньше не знали. И сегодняшние родители переживают ее первыми. Их дети растут в мире социальных сетей, ВКонтакте, Инстаграм и ТикТок. Главный герой – настоящий мужчина, но кажется, сегодня это больше не ценится и только доставляет проблемы. Ему нужно одновременно найти контакт с дочкой, окружающими и самим собой, поделился продюсер. С самого детства. У них разное происхождение, разные мечты и идеалы. Общее лишь одно – дружба. Ради нее они готовы пожертвовать всем и, если надо, даже отдать за друга жизнь. В первой серии друзья детства становятся фарцовщиками. После дерзких авантюр, на удачливых ребят обращают внимание криминальный авторитет Понт. Продюсер Александр Цикало рассказал детали о проекте. Сериал снял молодой и талантливый режиссер Егор Баранов. Мы могли бы взять опытного режиссера, который помнит это время, но это история о молодых людях. Хотелось, чтобы это делал молодой режиссер, который ближе к пониманию дружбы и к молодым героям. Режиссер Егор Баранов также рассказал подробности о сериале. Я пересмотрел всю классику 60-х годов. Естественно, есть отсылки к кино, к июльскому дождю, я шагаю по Москве, 9 дней одного года. Был классный период в кинематографе, где герои живут в кадре и дышат свободным гражданским воздухом. Поэтому хотелось, чтобы этот дух передался и в нашем проекте. Мне нравится «Оттепель» и «Стиляги» Валерия Тодоровского, но мы не стремились быть похожими на эти фильмы. Это не музикл, как «Стиляги» и некамерное лирическое произведение, как «Оттепель». Наша история более дерзкая. Она про другое. Это драматический авантюрный фильм. Одной из самых сложных задач, которые встали перед создателями сериала, стал подбор реквизита. За каждым элементом декора или аксессуарами того времени приходилось в буквальном смысле вести охоту. К тому же в мире фарцовщиков вообще царил культ стильных вещей. Поэтому художники по костюмам, работавшие над созданием образов, просматривали каталоги, журналы, изучали платья и прически. Съемки проекта проходили в Москве и в Минске. В Москве снимали знаковые объекты 60-х, сохранившиеся с тех времен, такие как Центральный дом литераторов. Герой сериала Василий Русаков с отличием оканчивает Саратовское танковое училище. На дворе грохочет Великая Отечественная война, но это не мешает Василию влюбиться. И теперь в нем борется боевой командир и безрассудный юнец. Нередко в этом внутреннем споре юнец побеждает. Именно такие, как Василий Русаков выведут свои танки на Курскую дугу, крупнейшие танковые сражения Второй мировой войны. И ценой собственных жизней заберут победу у врага. В первой серии Василий Русаков знакомится со слушательницей медицинских курсов Марией. Василий приглашает девушку на свидание. В назначенное время красавица Маша приходит на место встречи, но Василия там нет. Обстоятельства помешали молодому человеку увидеть возлюбленную. Проходящий мимо офицер предлагает замерзшей девушке зайти в дом офицеров, чтобы согреться. На следующий день Василий безуспешно ищет Машу по всему городу, в том числе и в училище. Он не подозревает, что вчерашнее происшествие круто изменило их судьбы. Производство. Василий Брюхов, на чьей книге основан сценарий картины, был участником битвы на Курской дуге. Там состоялось его боевое крещение. Всего за время службы он подбил 28 вражеских танков. Андрей Кретов, продюсер сериала, рассказал детали о проекте. Книга Василия Брюхова открыла мне новый взгляд на ту войну. Он рассказывает о героических событиях Великой Отечественной войны простым человеческим языком. Упоминает бытовые детали, которые обычно документалисты той эпохи обходят стороной. Наш сценарист Давид Ланян также провел несколько месяцев в архивах, читая письма фронтовиков. Ему важно было понять, из чего состояла повседневная жизнь бойцов, что их тревожило и радовало, чем они делились с близкими. А что, напротив, предпочитали не упоминать. Мы хотели, чтобы события тех лет стали ближе сегодняшнему зрителю, в том числе и молодому. Чтобы зритель еще отчетливее ощутил масштаб подвига наших предков. Интересные факты. Прототипом героини Даши стала женщина-танкист Мария Октябрьская, которая на собственные деньги построила танк Т-34 и отправилась на нем на линию огня, чтобы отомстить за убитого мужа. Главный герой сериала «Медиатор» – переговорщик Андрей Павлов, обладающий редким даром коммуникации и возможностью управлять людьми любыми способами. Для Павлова не существует запрещенных приемов. Он готов соблазнять, обманывать, переходить все границы ради достижения своей цели. Он тот человек, который приходит к врагам и в считанные секунды устанавливает с ними контакт. Но основной его доход идет от крупного бизнеса. Он помогает там, где люди не могут договориться. И делает это за очень большие деньги. Для каждого случая он меняется до неузнаваемости. А невероятную способность к перевоплощению он развил в детстве. Именно это помогало ему строить непростые отношения с матерью. К тому же он настолько хорошо чувствует людей, что давно не верит никому. Даже себе. Новая задача Павлова – это убедить наследников знаменитого академика продать долю в компании. Но помощь переговорщика нужна не только крупному бизнесу. Актриса Дарья Мороз сыграла в сериале «Девушку-веру» со сломанной судьбой и истерической натурой. Ее персонаж росла с деспотичным отцом, в результате чего переняла у него позицию манипулятора. Во всех несчастьях она винит других и свято верит в свою беззащитность. Герой Бурковского для веры – идеальный мужчина. Он насквозь видит ее и умеет нажимать на нужные кнопки, ловко управляя поведением и делая больно. Дарья Мороз прокомментировала «Для меня это история о том, как один манипулятор сталкивается с еще более ловким манипулятором». А еще это новый персонаж в моей биографии, который отличается от всего того, что я играла до этого. Актриса Ирина Старшинбаум, сыгравшая в сериале «Дочь героини Анны», также говорила, что режиссер Артема Ксенинка предложил ей создать эпатажного персонажа с характером, не похожего на положительные образы, которые она ранее воплощала на экране. Кинематографист при работе с актерами применял непривычный по словам актрисы метод работы, запрещая им использовать привычные и понятные приемы. Старшинбаум заинтересована в персонаже Бурковского, его методами работы и воспринимает их отношения как игру. Как итог, первая серия была высоко оценена зрителями. Высокий рейтинг проекта обеспечил продолжение для этой истории. Нихан – дочь солидного бизнесмена, который оказался на грани банкротства. Кемаль – сын простого парикмахера. Может ли быть будущее у этой любви? Тем более, что ради своего эгоистичного сына Эмира, безумно влюбленного в Нихан, его отец Галиб Бей способен совершить преступление. Путем шантажа своего компаньона отца Нихан, он добивается согласия на свадьбу Нихан и Эмира. Нихан и Кемаль принадлежат к совершенно разным мирам. Но, несмотря на это, между ними зарождается настоящее чувство. Как сохранить любовь и веру в себя и друг в друга, невзирая на преграды, трудности и сложившиеся обстоятельства? Это история о парне и девушке, не имеющих ничего общего. Ведь они происходят из разных слоев общества, имеют непохожий круг общения. Однако это не мешает возникнуть любви в сердцах главных героев. Их первая встреча в первой серии была случайной, но изменила жизни обоих. Однако богатство и бедность, в которых живут главные герои, слишком далеки друг от друга. Против союза влюбленных выступают их родители и друзья. Однако никакие препятствия не способны разрушить искренние чувства главных героев. В ее жизни есть таинственный мужчина, который обладает властью над Нихан. Он упивается собственным могуществом и не намерен его лишаться. Обманом и подлостью он разлучает главных героев. Ее сердце продолжает стремиться к Кемалю. Несмотря на расстояние, препятствия и трагедии на жизненном пути, главные герои продолжают искренно любить друг друга. Им суждено пронести это чувство через многие годы и многочисленные испытания. Интересные факты. Премьера первого сезона состоялась 14 октября 2015 года. В России мыльная опера впервые была показана в августе 2018 года на канале «Русский бестселлер». С 16 ноября 2020 года проект был показан на телеканале «Романтичное». Именно там он транслировался в новой озвучке, где приняли участие известные актеры дубляжа. На первоначальном этапе производства режиссерское кресло занимал Валкан Коджатюрк, позже его заменила Хил Аль Сарл, которая ранее сняла проекты «Без вины виноватая», «Соколиный холм» и «Не могу сказать прощай». Съемки проходили в столице Турции, Стамбуле. Сцена с аварией на шахте была снята в городе Зангулдак. В 2017 году сериал был удостоен премии Эмми в номинации «Лучшая зарубежная теленавилла». «Черная любовь» является одним из самых популярных турецких проектов во всем мире, а права на его трансляцию приобрели более 60 стран. Главную роль в телесериале сыграла Неслихана Тайгуль, которая получила широкую известность благодаря фильму «Чистилище». Создатели проекта «Реальные пацаны» выпустили новый сериал. Но это не только комедийный сериал о людях, которые делят одно жилое пространство, но и очень смешная инструкция о том, как быть верным своим мечтам и оставаться собой. Это история об интеллигентном неудачнике, который живет в коммунальной квартире Петербурга. Также он работает так называемым «литературным негром» у Ольги Бузовой и пишет от ее лица автобиографию. Этот питерский комедийный сериал, рассказывающий историю не только писателя Вении Ольги Бузовой, но и жителей коммунальной квартиры. Провинциальная учительница танцев, по ошибке ставшей стриптизершей, дилера, завязавшего с криминальным прошлым и суррогатной матери, которая вынашивает ребенка за деньги. В первой серии, от такой работы, наш главный герой готов залезть в петлю, но его останавливает день рождения дочери. Основные действия сериала происходят в коммуналке, созданной на одной из студий. Квартира вышла настолько достоверной, что во время производственного процесса некоторые работники съемочной группы жили прямо в ней. Работа над сериалом шла 4 года. 3 года велась работа над сценариями и поиском главного героя. Еще один год продолжались съемки и монтаж. Изначально сериал назывался «Бисер». В процессе работы над сериалом его создатели нашли в сюжете и атмосфере фильма некоторые ассоциации с творчеством Достоевского и решили переименовать сериал в «Бедные люди». В целом сериал получил положительные отзывы. «Бедные люди» – единственный российский сериал, попавший в список лучших сериалов 2016 года по версии журнала «Афиша». Певица Ольга Бузова рассказала подробности о проекте. «Да, мне было сложно. Некоторые сцены приходилось переснимать по несколько раз. Ведь я именно играла Ольгу Бузову. В комедии должен быть юмор и гротеск, поэтому многие черты моего характера были утрированы. Я как человек и как личность отличаюсь от той Ольги Бузовой, которая предстанет перед телезрителями в сериале». В середине 1990-х криминальный авторитет Витя Мясник внушал страх коммерсантам и конкурентам по опасному бизнесу. Но сейчас Виктор завязал с криминалом и держит экоферму, где ухаживает за любимым быком по кличке Братан. Неожиданно к нему обращается авторитет Артур, один из бывших сообщников Виктора. Обращается он с просьбой передержать на банковском счете Вити воровской общак. Виктор соглашается, но в день возврата, после падения на голову подковы висевшей на воротах фермы, он забывает пароль от счета. Комедия повествует об удивительном путешествии бандита, которое он совершает во времени. О жизни провинциальных российских городов в наши дни, а также о настоящей любви, преданности и верной дружбе. Сам сериал изначально готовился к выходу под названием «Полярный 17». Однако накануне премьеры его анонсировали под другим названием, которое и известно всем зрителям. «Полярный». Главные роли сыграли Михаил Пореченков, Екатерина Шпица и Иван Ахлобыстин. А место съемок сериала – город Кировск Мурманской области. Исполнитель главной роли Михаил Пореченков высказал свое мнение о сериале. «Все, кто работал над этим проектом, очень старались и на самом деле вложили в проект душу. Производство сериала заняло целых пять лет. Мы писали и переписывали сценарий, переснимали какие-то сцены, снова и снова отправлялись в длительные киноэкспедиции в Мурманскую область. Поэтому уверенность все-таки была и поддерживалась в нас с серьезной работой. Пусть не на 100%, но на 90% мы точно верили, что сериал понравится зрителю». Съемки сериала были полностью завершены к осени 2018 года. Первая серия была представлена 25 октября 2018 года в Московском кинотеатре «Октябрь». По словам создателей многосерийного фильма, сериал завоевал большую популярность среди самой широкой аудитории, его смотрели как молодые телезрители, так и те, кто не просто слышал о 90-х, но и жил в них. Эта история начиналась очень даже прекрасно. Света вместе со своим возлюбленным гуляла на вечеринке, организованной однокурсницей в честь выпуска. Света и ее парень решили выйти на балкон. В порыве страсти девушка не удержалась и упала с третьего этажа на асфальт. Молодая девушка Света оказалась в инвалидном кресле. Но врачи дали ей надежду на выздоровление. Но чтобы вновь встать с коляски, девушке нужна дорогостоящая операция. Так что Свете нужно собрать достаточно большую сумму денег. На парня надеяться Светлана больше не может. Он сбежал, как только узнал, что его возлюбленная прикована к инвалидному креслу. Денег у девушки нет вообще, как и работы. Но рядом осталась верная подружка Ирка, которая работает парикмахером и снимает со Светой двушку, оказывая Свете огромную моральную поддержку. Телепроект стал экспериментальным для всего российского телевидения. Дело в том, что с первой серии он снят в формате веб-сериала, поэтому все, что происходит на экране, зрители видят через объектив веб-камеры. Это первый пример подобного формата съемок телепроектов в России. Работа над сериалом началась в 2015 году. Съемки первого сезона телесериала продлились 30 дней. На знаменитом сайте Кинопоиск рейтинг этого сериала составляет чуть больше 6 баллов из 10. Комедия, при всей легкости внешнего восприятия, остается одним из самых сложных жанров кино. Эксперимент многие считали отчаянным, но в итоге он вышел невероятно удачным. Сценарий хорошо продуман. Это настоящая сатира современной жизни, которая совсем не требует серьезного отношения. В роли Светы в 16-серийном комедийном телефильме снялась Мария Машкова. Ее подругу сыграла Анна Котова, а Павла – Кирилл Каганович. Молодого человека, которому Света неровно дышит, сыграл Александр Ратников. Постоянных клиентов Светозары, вдову олигарха Ксению и одинокого странного мужчину Цыпина, сыграли Евгения Дмитриева и Борис Комарзин соответственно. Действия сериала в целом и первой серии в частности разворачиваются в конце 1960-х. Муслим Магомаев во время записи концертной программы знакомится с оперной певицей Большого театра Тамары Синявской. Между королем эстрады СССР и восходящей звездочкой Большого театра с первого взгляда пробегает искра, которая становится началом большей любви. Однако очаровательная Тамара замужем. Да и Муслим не свободен. Но у настоящей любви нет преград, и судьба вновь сводит влюбленных, на этот раз в Париже. Продюсер Данила Шарапов рассказал о создании сериала. «Этот проект для нас суперсложный и суперважный. Мы занимались им пять лет, сценарий писали четыре года вместе с вдовой Муслима Магомаева Тамарой Синявской. Во время производства случилось все, что могло было случиться. Люди ломали ноги, караваны сталкивались друг с другом». Режиссер Дмитрий Тюрин также поделился деталями. «Для нас было важно, чтобы получилась романтическая музыкальная сказка, потому что это история о любви, а любовь – сказочные чувства. Хочется, чтобы зритель сопереживал, ведь история их любви очень непростая». Съемки проекта стартовали в начале октября 2018 года, о чем сообщил продюсер проекта Данила Шарапов у себя на странице в Facebook. Вдова Муслима Магомаева Тамара Синявская при создании сериала о своем супруге выступила в качестве консультанта. Работа над проектом проходила в Баку, Зеленограде и Москве. Так, ДК Зеленограда выступила в роли Горьковского музыкального театра, а префектура Зеленограда – в роли обкома Горьковской области. Несколько сотен актеров, которые отличаются харизмой и талантом, проходили кастинг на главную роль в проекте о легендарном певце. Кандидаты были не только из России, но и из других стран СНГ. Однако последнее слово было именно за вдовой Магомаева, которая выбрала Милоша Бековича. Несмотря на то, что многим казалось странным, что Магомаева будет играть серп по национальности. Дебютная серия проекта рассказывает про разведчика по имени Александр Волк. После неудачной спецоперации он попадает в тюрьму Арабского Востока. Спустя несколько лет генерал-майор КГБ в отставке Гольцман помогает ему выбраться из плена. Но взамен просит Волка найти тех, кто убил его сына. Убитый был хорошим другом Александра, поэтому тот немедленно берется за дело. Накануне своей смерти сын Гольцмана занимался расследованием событий 3 июня 1943 года на Каменном мосту в Москве. Тогда была убита дочь посла СССР в Мексике. Волк восстанавливает события прошлого, но чем больше узнает, тем опаснее становится дело. Сценарий создан по мотивам детектива под названием «Каменный мост». Данный детектив написан русским писателем, журналистом и редактором Александром Тереховым. Роман был издан в 2009 году и высоко оценен критиками. Кроме того, за свое произведение автор получил литературную премию «Большая книга». Режиссер и автор сценария сериала Геннадий Островский рассказал о проекте. «Хочу выразить благодарность автору романа. После прочтения каменного моста я остался под сильным впечатлением и начал писать сценарий, не задумываясь над экранизацией. Это некая фантазия и размышления на определенную тему, касающиеся эпохи, которая уходит. И хочется ее ухватить. Удержать время, которое безвозвратно покидает нас. Мы из настоящего наблюдаем за событиями прошлого, когда страна была на изломе. Война, репрессии, смерть повсюду, человеческая жизнь значила не больше песчинки. И история юноши и девушки, которые оставили после своей гибели тайну. Для себя я ставил задачу – поведать об огромной человеческой драме и передать энергию, которую таят в себе события и герои прошлого». Съемки проходили в Москве. По словам режиссера Геннадия Островского, съемочный процесс оказался непростым, так как пришлось перекрывать не только «Каменный мост», но и другие знаменитые столичные постройки. Производством сериала занимались киностудия Кит и компания «Вайт Медиа». Интернет-релиз состоялся 7 декабря 2020 года на видеосервисе «Премьер». А на телевидении проект показан в 2021 году. Главный герой сериала Толя никак не может выбрать между любовницей и женой, с которой у них много лет не получается родить ребенка. В первой серии лучший друг рекомендует ему переспать с танцовщицей в клубе и понять, перед какой из любящих женщин ему будет стыдно. Толя решает последовать совету. Но внезапно через несколько недель все три женщины сообщают Толе, что у него будет ребенок. От одного мужчины ждут детей сразу три женщины. Вместо того, чтобы провалиться сквозь землю, главный герой принимает ответственное, но очень спорное решение. Несмотря ни на что он желает остаться любящим отцом для каждого из троих детей. Поэтому Толя собирает всех своих женщин и объявляет, что все три матери должны непременно жить вместе с ним под одной крышей. Толик думал, что станет жить, как в раю в окружении любимых дам, которые через 9 месяцев подарят ему детей. Он никогда так не ошибался. Ведь три беременные женщины под одной крышей могут устроить от в тройном размере. Анатолий разрывается между тремя будущими матерями. А помимо всех прелестей беременности, женщины начинают страдать и сильными приступами ревности и собственничества в отношении мужчины. В каждой серии они выясняют отношения, ссорятся, съезжаются, разъезжаются и так далее. Сериал интересен с точки зрения психологии. Мы буквально видим, что происходит в голове у главного героя. Ситком «Триада» был представлен 25 октября 2018 года в Московском кинотеатре «Октябрь» во время презентации премьерных проектов. Продюсером сериала выступил Семен Слепаков, режиссером телефильма стал Дмитрий Дьяченко. Сценарий к сериалу написала Дарья Грацевич. Дарья Грацевич рассказала подробности об этом сериале. «Для меня, этот сериал о проблеме выбора. Нас окружает очень много возможностей. Консюмеризм, общество потребления нам предлагают и то и это. Мужчина находится в ситуации, когда ему очень сложно выбирать. Особенно, если человек психологически незрелый. И такая же ситуация у каждой из героинь. Одной надо выбрать, быть самостоятельной или оставаться папиной дочкой. Другой – простить мужа или нет. Третий – сохранить ли ребенка от случайной связи». Главная героиня сериала – Марина. Успешная, красивая 39-летняя женщина. Она владеет отличным цветочным магазином, замужем за врачом-хирургом, имеет двух прекрасных детей и даже беременна третьим. Казалось бы, здесь ни к чему не придраться. Но первая серия дарит своим зрителям невероятный поворот сюжета. На самом же деле, цветочный магазин – это только прикрытие. Настоящая профессия обычной женщины Марины – сутенерша с очень необычным специфическим бизнесом. А ее подруга помогает ей искать девушек-рабынь. Так в бордель попадает юная прекрасная блондинка, которую главная героиня выставляет на аукцион. Однажды одну из работниц сутенерши внезапно находит бессознание в гостинице. После чего Марина пытается уничтожить все следы По словам создателей сериала, в сценарии этого проекта угадываются мотивы рейтинговых зарубежных телефильмов. Например, «Косяки», «Во все тяжкие» и «Бесстыдники», но только перенесенные в современные российские реалии. При этом в сериале сочетаются мощные женские персонажи, исключительная игра актеров и потрясающая операторская работа. Борис Хлебников рассказал подробности о данном российском детективном телесериале. У нас действительно замечательный и увлекательный сценарий, в котором переплетены детектив, драма и немного юмора. Но мне как режиссеру было очень интересно рассказать о тех важных процессах, которые происходят сейчас в семье. О том, как меняется роль женщины, как она становится главной. Актриса Анна Михалкова высказала свое мнение о работе над проектом режиссера Бориса Хлебникова. Такая роль – это огромный подарок любому актеру. Я получаю огромное удовольствие от общения с Борисом, он дает возможность всей группе почувствовать себя соавторами. И я думаю, что ему интересно работать над этим проектом в первую очередь как над большим произведением, в которое можно многое вложить. У Бориса Хлебникова есть свой почерк. И он всегда прослеживается как в его фильмах, так и в сериалах. Зрители очень высоко оценили данный сериал. На знаменитом сайте Кинопоиск рейтинг этого сериала составляет почти что 8 баллов из 10. Наш главный герой – ребенок богатых родителей. И в обществе таких называют мажорами. Наш герой имеет юридическое образование, но ни одного дня не проработал по профессии. В один из загулов ночью он вступился за приятеля, подрался с полицейскими и выбил табельное оружие у офицера. В итоге отец лишает героя всего и отправляет работать в отделение полиции. То самое, в котором служат ночные полицейские. Его там не ждут и даже презирают. Но именно там он начнет становиться мужчиной, встретит свою любовь и найдет убийцу мамы. Первая серия проекта повествует о юристе Игоре Соколовском, сонебогатого и влиятельного отца. Но после инцидента с полицейскими, отец лишает его содержания и отправляет служить в полицию под начало полковника Пряникова. Несмотря на конфликтное знакомство с коллегами, мажору удается раскрыть первое преступление. А второе преступление повергает его в шок. Парень понимает, что в смерти девятилетней девочки виновен его ближайший друг Стас. Автор сценария криминальной драмы является Александр Щербаков, который написал первый сезон «Обратной стороны Луны». Главную роль сыграл Павел Прилучный, известный по таким проектам, как «Закрытая школа», «Геймеры» на игре. При этом все трюки во время съемок актер выполнял сам. Также Прилучному пришлось много работать с автомобилями. В кадре Павел должен был ездить на спортивной машине, управлять грузовиком и пожарной машиной. Создание сериала 12-серийную криминальную драму поставил Константин Стацкий, знакомый зрителям по сериалам «Закрытая школа» и «Москва. Три вокзала». Продюсер проекта Александр Цекало рассказал о сериале и его главном герое. Персонаж, которого мы встречаем как абсолютно безответственного типа, к концу 12-й серии становится мужчиной. Мужчиной, который принимает решения, совершает поступки и пытается даже уступить женщину, которая ему нравится, другому человеку. Он ведет себя очень достойно. В сценарии мы не имели никакой город конкретно. Этот проект мне очень важен еще и потому, что мы снимали его в моем родном городе, в Киеве. Очень надеемся, если зритель оценит наш фильм, то мы сможем там же работать над продолжением проекта. Рассказывает продюсер Александр Цекало. Они вернулись в свою страну после Афганистана, но страна стала совсем другой. Они рассчитывают только на себя. Они доверяют только друг другу. В одном из уральских городов совершено дерзкое ограбление. Похищены 145 миллионов рублей. Грабитель бывший афганец Герман Неволин – водитель инкассаторской машины. Что толкнуло его на преступление? Почему он принес в жертву все, чем дорожил? Дружбу и любовь. В дебютном эпизоде 5 инкассаторов получают в кассе торгового центра большое количество наличных денег. Все инкассаторы – бывшие воины-афганцы. Среди них водитель фургона по имени Герман Неволин с говорящей кличкой немец. А также старшей группы Виктор Басунов. По дороге в банк немец грабит собственную инкассаторскую машину. После ограбления он успешно прячется за городом, прячет мешки с деньгами в лесу и направляется в деревню под названием Ненастье. Премьера первой серии состоялась 12 ноября 2018 года. В 2020 году сериал стал обладателем «Золотой орел» в номинации «Лучший телевизионный сериал свыше 10 серий». Драматический сериал снят по роману Ненастья Алексея Иванова, автора проекта «Географ глобус пропел». В основе сюжета лежит реальное событие, произошедшее в Перми в 2009 году. В этой социальной и психологической драме есть элементы брутального боевика и детектива о судьбе человека, прошедшего войну в Афганистане. Писатель Алексей Иванов рассказал о сериале. Ненастье – не просто дачный поселок, а целый мир, который 10 лет наматывался на колеса старого автобуса с афганским прозвищем Барбу Хайка. Взгляд Сергея Урсулика, режиссера фильма, чутко уловил вечную русскую хтонь, экзистенциальную бездну национального существования. Но есть свет и воздух. Есть вера, надежда и любовь. Осенью 2015 года стало известно, что канал «Россия-1» выкупил права на экранизацию романа. Роман, по которому знаменитый режиссер взялся снять сериал, стал одним из самых ярких явлений российской прозы. В 2016 году этот роман стал лауреатом премии «Большая книга». Чтобы обрушить акции телеканала, Совет директоров принимает решение посадить в кресло генерального директора неловкого работника автозаправки и доверить ему съемки сериала. В короткие сроки горе начальнику удается создать хаос в эфире и установить свои порядки в медиа-бизнесе. Но неожиданно сериал, который по плану должен был стать величайшим провалом, начинает иметь грандиозный успех. В первом эпизоде создатели телеканала «Олег Терехин», Андрей Симонов и Семен Вельман решают снизить рейтинги канала для того, чтобы выкупить долю инвесторов. Именно для этого они договариваются пригласить нового генерального директора, который будет создавать отвратительные шоу и сериалы. В итоге Симонов находит подходящего на эту должность человека из народа, когда приезжает на автозаправку. Автор сериала Илья Куликов известен по таким проектам, как «Полицейские срублевки», «Проклятие спящих». В сериале с оригинальным названием Илья Куликов выступил не только в качестве режиссера, но и как сценарист и продюсер проекта. Сам сериал создатели называют злой комедией. Главную роль в многосерийном телефильме сыграл Сергей Бурунов. Практически со всеми актерами, приглашенными в проект, его создатель Илья Куликов работал ранее. Для исполнения небольшой роли также появился телеведущий Дмитрий Шепелев. О данном проекте «Откровенные истории о телевидении и о том, что скрыто от глаз зрителя» было объявлено в апреле 2018 года. Съемки сериала стартовали в ноябре того же года. Сергей Бурунов рассказал подробности о сериале. «То, что сегодня бывает творится на телеэкранах, периодически сильно меня как зрителя расстраивает. Словно две непересекающиеся вселенные. Новые отличные сериалы, даже можно сказать многосерийные фильмы, которые выходят в интернете. И тележвачки некоторых каналов. Мы с режиссером Куликовым взяли на себя задачу сделать и показать сериал об идеальном сериале. Такая вот иголка смерти для пошлости на ТВ, вице-юмора». Первая серия этого сериала началась крайне интригующе. В то время как большинство психологов нянчатся с клиентами, по полгода выслушивая жалобы на их жизнь, главный герой Артем намеренно выталкивает своих пациентов из зоны комфорта. Артем – стрелецкий психолог, профессиональный провокатор, практикующий шоковый метод психотерапии. Работа психолога успешно процветает до тех пор, пока один из клиентов не накладывает на себя руки. Суд приговаривает Артема к восьми годам лишения свободы. Выйдя из тюрьмы по условно-досрочному освобождению через четыре года, Стрелецкий возобновляет работу с пациентами и пытается самостоятельно раскрыть дело, по которому оказался в тюрьме. Однако бывшая жена Артема Даша обрела счастье с другим мужчиной и не желает его видеть. Но Артем не верит в их любовную идиллию. Продюсер Александр Цекало рассказал подробности о сериале. Про психологов уже снято много сериалов, но настолько пронзительного еще не было. Наш герой живет на грани, спасти всех, разрушая себя. Самым сложным для такого проекта, как этот, было написать очень честный сценарий. На эту задачу у автора идеи и креативного продюсера, а также сценариста, ушло более полутора лет. Еще до выхода сериала в эфир Первого канала, во время Каннской презентации проекта весной 2018 года, представители кинобизнеса из Японии и США приобрели права на адаптацию телефильма. Создатели сериала не выдумали провокативную психологию, которой занимается главный герой. В действительности такой метод есть в реальной жизни, и он иногда практикуется в психологии. Идея снять этот проект возникла именно благодаря тому, что продюсер Александра Ремезова познакомилась в свое время с психологом, который применяет провокации как метод в профессиональной деятельности. Интересные факты. Идея для сериала появилась благодаря знакомству продюсера проекта с психологом по имени Сергей Насебян, сторонникам провокативного метода, применяющим этот инструмент в своей профессиональной деятельности. Представители кинобизнеса из Японии и США приобрели право на адаптацию сериала в своих странах. В самом начале сериала Леонидас припеваючи живет в своем поместье и довольно улыбается, в то время как знаменитый генетик и его друг с именем Альбири рассказывает ему о клонировании животных. Леонидас имеет двух сыновей. Близнецы Диогу и Лукас встречаются с одной и той же девушкой, незаметно для нее подменяя друг друга. Мать Жади умирает, оставляя дочь одну. На смертном адре мать посылает дочь к ее дяде в Марокко. Леонидас, Лукас и Диогу приезжают в Марокко. Диогу замечает экстравагантную женщину и их взгляды пересекаются. Затем они договариваются о свидании. В аэропорту города Фес Жади встречают ее довоюродная сестра Латифа и тетка Зурайде. Затем они теряют Жади на рынке. Лукас с удивлением слушает рассказ брата о проведенной ночи с незнакомкой из гостиницы. Леонидас рассказывает сыновьям, что собирается жениться и вот-вот познакомит их со своей избранницей. Вскоре Жади находится и едет с женщинами знакомиться со своим дядей Али. Они остаются наедине и Али требует, чтобы Жади прикрыла голову и привыкала к мусульманским традициям. Леонидас представляет сыновьям свою невесту, это и Ветти. Диогу не ожидал, что невестой отца окажется та женщина, с которой он недавно провел ночь и импульсивно уходит. Лукас запирает его в комнате, боясь, чтобы брат не наделал глупостей. Затем он сопровождает Альбери в гости к его другу Али. Он бродит по дому и видит Жади, танцующий для сестер. Увидев его, женщины пугаются и кричат. Али дает пощечину племяннице. Леонидас открывает дверь и освобождает Диогу. Бразильская индустрия по праву занимает одну из ведущих позиций в мире. По уровню зрелищности, занимательности сюжетных линий, игры актеров, ее продукция вполне может конкурировать с американскими и европейскими образцами этого вида телевизионного искусства. А типичные для Латинской Америки эмоциональность, многословность и сентиментальность только добавляют пряную экзотическую ноту в этот коктейль. Данная теленовелла – одна из ярких представителей этого бренда. Премьера в России состоялась на Первом канале 16 февраля 2004 года. С сентября 2013 года повторы серии шли на телеканале Мир, а с 14 июля 2014 года прошел показ сериала на телеканале Ю. Эта история начиналась очень даже прекрасно. Света вместе со своим возлюбленным гуляла на вечеринке, организованной однокурсницей в честь выпуска. Света и ее парень решили выйти на балкон. В порыве страсти девушка не удержалась и упала с третьего этажа на асфальт. Молодая девушка Света оказалась в инвалидном кресле. Но врачи дали ей надежду на выздоровление. Но чтобы вновь встать с коляски, девушке нужна дорогостоящая операция. Так что Свете нужно собрать достаточно большую сумму денег. На парня надеяться Светлана больше не может. Он сбежал, как только узнал, что его возлюбленная прикована к инвалидному креслу. Денег у девушки нет вообще, как и работы. Но рядом осталась верная подружка Ирка, которая работает парикмахером и снимает со Светой двушку, оказывая Свете огромную моральную поддержку. Телепроект стал экспериментальным для всего российского телевидения. Дело в том, что с первой серии он снят в формате веб-сериала. Поэтому все, что происходит на экране, зрители видят через объектив веб-камеры. Это первый пример подобного формата съемок телепроектов в России. Работа над сериалом началась в 2015 году. Съемки первого сезона телесериала продлились 30 дней. На знаменитом сайте Кинопоиск рейтинг этого сериала составляет чуть больше 6 баллов из 10. Комедия, при всей легкости внешнего восприятия, остается одним из самых сложных жанров кино. Эксперимент многие считали отчаянным, но в итоге он вышел невероятно удачным. Сценарий хорошо продуман. Это настоящая сатира современной жизни, которая совсем не требует серьезного отношения. В роли Светы в 16-серийном комедийном телефильме снялась Мария Машкова. Ее подругу Ирку сыграла Анна Котова, а Павла – Кирилл Каганович. Молодого человека, которому Света неровно дышит, сыграл Александр Ратников. Постоянных клиентов Светозары, вдову олигарха Ксению и одинокого странного мужчину Цыпина, сыграли Евгения Дмитриева и Борис Камарзин соответственно. Действие сериала происходит в 1946 году. Прошедший войну Денис Журавлев возвращается после фронта в родные края в звание лейтенанта. Он на себе ощутил все ужасы военных действий. Теперь же, намереваясь защищать простых граждан от преступников, Журавлев вступает в ряды милицейской службы. Начальником отделения, под руководством которого начинает работать Денис, является майор Шумейка, носящий красноречивые прозвища «Сатана». У него была непростая судьба, но именно такой темперамент и сложный характер помогают ему вычислять преступников и отправлять их за решетку. Появление Журавлева в отделении милиции совпадает с началом масштабной операции по поимке криминальной банды. Главой этой банды является человек по кличке Клещ. Помимо того, что он очень жесток, преступник еще и крайне хитер и изобретателен. Стандартными методами вывести его на чистую воду и арестовать будет очень сложно. Для этого будет необходим четко разработанный план. Именно на эту задачу и ставят лейтенанта Журавлева. Именно так стартует этот проект. Андрей Бурковский поделился своим мнением о сериале. Это большой проект, и мы все активно готовились к съемкам, репетировали, встречались с режиссером и другими артистами, обсуждали детали. Я смотрел фильмы про послевоенные времена, чтобы освежить в памяти ту эпоху. Меня привлекла сама роль, история и время, в котором происходят события. Послевоенная тема очень интересна и глобальна. Мне вообще интересны исторические проекты, особенно когда крутой сценарий. Интересные факты Мини-сериал снимали в Подмосковье, главным образом на территории заброшенных заводов. Роль маленького закрытого города сыграл Морозовский городок в Твере. Релиз сериала состоялся 16 февраля 2021 года на стриминговом сервисе. Сериал стал третьей работой для Андрея Бурковского в жанре исторического фильма. В творческом багаже у актера уже была роль в полнометражной исторической ленте «Тобол» и участие в боевике «Легенда о Калаврате». В Калининградском следственном изоляторе на себя накладывает руки майор Андрей Рыжов, обвиняемый в превышении должностных полномочий. Четверо его коллег – Олег Каплан, Павел Карпенко, Оксана Голикова и Федор Вачевский – уверены в невиновности своего бывшего руководителя. И для того, чтобы восстановить его доброе имя, начинают самостоятельные расследования произошедшего. В первом эпизоде полицейские Олег Каплан, Павел Карпенко и Федор Вачевский арестовывают вышедшего из тюрьмы Глеба Монахова, бывшего начальника службы безопасности депутата Калужного. Но благодаря стараниям адвоката, бандиты выпускают на волю. Руководитель следственной группы Андрей Рыжов превышает полномочия во время допроса преступника Савочкина, подозреваемого в жестоком преступлении. Рыжова обвиняют в деянии, которого он не совершал. Во время допроса под давлением майора Дроздова он наложил на себя руки. Данный криминальный драматический сериал – это российская адаптация успешного французского проекта, который первый канал показал летом 2014 года. Французский проект, который был взят для адаптации российскими кинематографистами, снял знаменитый Оливье Маршаль, создатель таких проектов как «Неприкасаемые» и «36». Первый сезон сериала показал рекордно высокие рейтинги во Франции. Режиссером сериала стал Карен Аганисян. Он известен как создатель проекта «Клим» и других нашумевших телепроектов. Съемки первого сезона российского сериала стартовали в начале 2016 года и полностью проходили на территории Калининградской области. Одну из главных ролей во французском сериале сыграл актер Жан-Ю Канглад, известный по фильмам «Подземка» и «Никита». В нашей версии зрители увидят звезду отечественного кинематографа Владимира Машкова. Также главные роли сыграли Александр Паль, Лукерия Ильишенко и Денис Шведов. Режиссер Карен Аганисян рассказал подробности о проекте. «Мы собрали прекрасную команду. Все герои разные. Персонаж Владимира Машкова, лидер команды, волк-одиночка, но он будет меняться на протяжении всего фильма. Романтика ему не чужда, и у героя будет не одна любовная сцена. Александр Паль играет парня из нашего двора, но и бунтаря. Герой Дениса Шведова – человек, который разрывается между работой и семьей. А Лукерия Ильишенко всех удивит. У нее очень непростая драматическая роль». 1970-е годы, СССР. Главная героиня – 16-летняя Соня, живущая как большая часть советской молодежи, с верой в идеалы и светлое будущее. Но внезапно она сталкивается с темной стороной жизни. Она влюбляется в молодого человека по имени Сергей, который знакомит ее с другим законом. Не советским, а воровским. Воровской закон заставляет Сергея предать их с Соней любовь. Этот закон отнимает у Сони отца, губит мать, брата. Сама Соня чудом остается жива. Она спаслась, но теперь ею движет неукротимое желание истребить этот проклятый воровской закон. И начинает она с Сергея. В первой серии, во время празднования своего дня рождения, на даче погиб директор одной из местных фабрик, Литвинов Павел Петрович. Он отказал людям криминального авторитета немца поднять процент уплаты налога в общак. Через год семья Литвиновых оказывается в бедственном положении, и мать начинает выпивать. Младшая дочь Соня оканчивает школу и мечтает поступить в театральный институт. Чтобы отметить годовщину смерти отца, старший сын Игорь пытается продать фирменный продукт и попадает в Капезе. Там он знакомится с Сергеем. Когда Соня встречает Игоря, ее видит Сергей. Он очарован девушкой. У них начинается роман. Действие многосерийной криминальной ретродрамы разворачивается в 1970-е годы в СССР. Сам телесериал создан на 8 серий, сценарий к которому написали Валентин Емельянов и Илья Рубинштейн. За режиссуру сериала отвечал Станислав Титаренко, известный телезрителем по проекту «Счастье мое». Главную роль в сериале сыграла актриса Соня Метелица, для которой съемки в этом проекте стали первой столь масштабной работой. Режиссер Станислав Титаренко описал этот сериал так. Криминальная драма с динамично развивающимся сюжетом, от которого будет невозможно оторваться. Но фильм не про месть, а про любовь. О ретро 70-х годов. А динамика сериала и музыкальное сопровождение очень современные. Родион – загадочная и неординарная личность. Он следователь высочайшего уровня, который раскрывает самые сложные убийства. Он привык работать в одиночку, не раскрывая секреты своего метода. Он всегда находит и ловит убийц, нередко казняя их прямо при задержании. Выпускница юрфака Есения Стеклова получает направление в отдел следственного комитета, в котором служит Родион, и становится его стажером. У Есения есть личные мотивы для работы с Родионом. Мать Есения убили при загадочных обстоятельствах, а отец скрывает важные детали произошедшего. Но она не оставляет надежды выйти на след убийцы. Работа с Родионом становится для Есения тяжелым испытанием. В дебютной серии, на вечеринке в честь окончания вуза, одна из выпускниц получает изящный подарок. Но после получения подарка она мучительно погибает. Через несколько минут, у всех на глазах, следователь Родион вычисляет и задерживает человека, подарившего колье. Но заказчик эффектного преступления остается на свободе. Есения одержима стремлением найти убийцу своей матери. И потому хочет понять, как Родиону удалось вычислить преступника. Есения решает пойти к нему на стажировку. Главную роль Родиона исполнил известный актер Константин Хабенский. Продюсировали сериал Александр Цекало и Константин Эрнст. Цекало сыграло одну из ролей в 16-серийном фильме, как и режиссер картины Юрий Быков. В интервью Константин Эрнст рассказал детали о проекте. Мы даже не называем эту вещь сериалом, поскольку она построена на блестящем сценарии, такой же режиссуре и феноменальной актерской игре, всех без исключения участников этого проекта. Думаю, это будет главным событием. Он не будет выходить стандартно после программы «Время», как это традиционно проходит у нас с премьерами в многосерийных фильмах. Съемки 16-серийного психологического триллера продлились с июля по декабрь 2014 года и проходили в Нижнем Новгороде. Режиссером сериала стал Юрий Быков, постановщик картин «Майор», «Жить» и сериала «Инкассаторы». На вопрос журналистов о том, почему он взялся за съемки этого проекта, Быков ответил. «Меня как режиссера подкупило одно – мы ставим Константина Хабенского и девочку, которая должна в хорошем смысле перетащить на себя актерское одеяло. Есть любовная история, есть противостояние личностей разного пола, разного возраста. Для меня это режиссерский вызов». Сериал повествует о знаменитом автогонщике Максиме, который оставляет спортивную карьеру и посвящает свою жизнь жене и дочке. Ирина Авдеева работает главным бухгалтером в компании бизнесмена Евгения Полонского, который увлекается спортивными гонками. В первом эпизоде Евгений хочет уговорить Максима вернуться в спорт. Он предлагает ему очень рискованные пари. Авдеев выигрывает гонку, но едва не погибает. На дне рождения дочери Авдеева Полонский сообщает Максиму, что на него давят конкуренты. И это может быть опасно как для него, так и для Ирины. В качестве спасения ситуации Полонский предлагает Авдееву перевести некий груз, но таким образом, чтобы его не догнали. В сериале поднимается проблема взаимоотношений отцов и детей. При этом создатели сериала сняли трогательную семейную историю, которая разворачивается на фоне захватывающих криминальных событий. Несмотря на острый сюжет, авторы картины все же считают, что чужая дочь – это мелодрама. В сериале много личных переживаний героев, поиски отцом утерянной дочери, попытка наладить контакт с ребенком, отчаяние матери, которая узнала, что тайна рождения ребенка может быть раскрыта. Главную роль бывшего автогонщика Максима Авдеева сыграл Игорь Петренко, который снимался в таких сериалах, как «Рубеж», «Черная кошка», «Рожденная звездой». Также в сериале снялись актеры Андрей Смоляков, Анатолий Кот, Михаил Горевой, Надежда Михалкова, Эльвира Болгова, Сергей Насибов, Любовь Толкалина, Валентина Ляпина, Семен Трескунов. Работа над проектом велась в трех городах – Ярославле, Данилове и Москве. Зрители увидят в кадре Волжскую набережную, а некоторые сцены снимались на знаменитом теплоходе «Москва». Исполнитель главной роли Игорь Петренко рассказал о работе над проектом. Я получал огромное удовольствие от работы с Сергеем Газаровым, как я считаю, выдающимся и фантастическим человеком. У него потрясающее чувство юмора. И как актеру мне с ним очень интересно, потому что он является одним из лучших актеров современности и как режиссер занимается ювелирной работой с артистами. Основная часть событий знаменитого сериала происходит в студенческом общежитии. Также в сериале регулярно показывается кафе, аудитория вуза, особняк на Рублевке, кабинет с видом на московский Кремль, ресторан и клуб. Сюжет первой серии строится на том, что персонаж Саша сбежал из университета в Лондоне, где изучал финансы, и поступил на астрономическое отделение физического факультета одного из московских вузов. Сильвестра Андреевич, его отец, хочет вернуть своего сына к прежней жизни, но тот желает жить в народе и хочет всего в жизни добиться сам. Нежному мажору предстоит жить в одном блоке с вечно колотящим по груши каратистом Кузей, общажным ловеласом с именем Гоша, отличницей Таней и блондинкой Аллой, начинающей свой день с чашки растворимого кофе. Параллельно с этим с героями сериала приключается много забавных и смешных ситуаций. Их пятеро. Все они разные и у каждого есть свои особенности в характере. Они живут в соседних комнатах, у них общая кухня, туалет и ванная. У них больше нет выбора, кроме как искренне полюбить друг друга, чем они периодически и занимаются. Им очень весело, они дружные и глупые. Сериал максимально приближен к реальной жизненной обстановке. Актеры неплохо справляются со своими ролями. Сюжет у сериала очень простой и немного неправдоподобный, но учитывая, что это комедийный сериал, то сюжет не так уж и важен. Со временем проект стал развиваться, появились новые персонажи. Главные роли исполнили Андрей Гайдульян, Виталий Гагунский, Мария Кожевникова, Валентина Рубцова, Арарат Кищан и другие. Сценарий был написан Вячеславом Дусмухаметовым, известный по таким работам, как «Папины дочки» и «Шесть кадров». А также Семеном Слепаковым, известный по таким работам, как «КВН», «Камеди Клаб», «Наша Раша» и «Прожектор Пэрис Хилтон». Премьера первой серии состоялась в далеком 2008 году, и сериал моментально завоевал любовь у зрителей. Создатели не стали останавливаться на первом сезоне, и выпустили еще несколько. В 2021 году сериал реанимировали. Теперь его новое название – «Универ 10 лет спустя». Дебютная серия проекта повествует о молодой художнице Даше Смирновой, которая приезжает из Саратова в Москву, чтобы изменить свою жизнь. Окунуться в мир гламура и легких денег ей помогает школьная подруга Марина. Единственный источник дохода которой являются отношения с женатым чиновником, с которым она познакомилась благодаря главной светской свахе Москвы – Алисе. Съемки первого сезона проходили с 16 сентября по 11 декабря 2018 года. Для театрального режиссера Константина Богомолова проект стал дебютом в жанре многосерийного кино. Также сам режиссер Константин Богомолов рассказал некоторые подробности о сериале. Продюсеры сняли у меня все имеющиеся по отношению к индустрии опасения, связанные с халтурностью, небрежным отношением к съемкам, с желанием заработать деньги любым способом и стремлением потакать массовому вкусу. Была собрана очень сильная киношная команда. Административная, операторская, актерская и художественная. Все это создавало очень комфортные условия для работы. Мне интересно сделать коммерчески успешную работу, но я не могу отказаться от своего стиля, от своих вкусов. Мне важно делать то, что я бы сам смотрел с удовольствием. Одну из главных ролей режиссер Константин Богомолов отдал актрисе Дарьи Мороз. Супруги Богомолов и Мороз расстались незадолго до начала съемок, но развод не повлиял на их совместные творческие планы. Актриса Дарья Мороз накануне премьеры проекта сделала заявление, что главная провокация режиссера в том, что сериал заставит посмотреться в зеркало реальных представителей нынешней светской Москвы. Тем более, что Богомолов достаточно хорошо знает московский глэм. Актриса Дарья Мороз высказала свое мнение о сериале. «Мне кажется, у нас получился продукт абсолютно западного уровня. Он другой и по картинке, и совершенно другой по актерским работам. Это история очень высокого уровня. То, что снимает Богомолов, на мой взгляд, очень и очень похоже на правду. Те, кто знакомы с этим миром, будут удивлены, насколько это точно». Молодой и талантливый врач по имени Аркадий вернулся из Соединенных Штатов в Россию, чтобы начать работать в одной из клиник Москвы. Вместе с ним в столицу едут маленькая дочь и жена Шура, которая была вынуждена бросить свой небольшой кондитерский бизнес в Америке из-за желания быть рядом с любимым мужчиной. В России их встречает друг юности и по совместительству сын директора клиники, богатый ловелас, но мечтающий о настоящей любви и семье. Начав работать, Аркадий неожиданно для себя оказывается в центре интриг, сплетен и коррупционных схем. Он пытается разобраться в своих отношениях с коллегами, богатыми и известными пациентами и собственной семьей, а также понять, что для него является истинным счастьем. Именно с этого и начинается первая серия и сама история. Также помимо основных тематических направлений, зрителя ждут больничные страсти, первая любовь, бытовые неурядицы, взлеты и падения в профессиональной деятельности. Режиссер Андрей Джунковский рассказал детали о проекте. Это история о людях, которые должны быть счастливы, ведь они могут себе многое позволить, но при этом не чувствуют себя счастливыми. История о том, как они пытаются найти спокойствие и баланс, находясь в раздоре. Этот проект мне важен тем, что мы снова встретились с прекрасной командой, с которой мы уже работали над другим проектом «Сладкая жизнь». Важен тем, что некоторые вещи в сериале перекликаются со мной. Я такой же инфантильный, как некоторые персонажи. Мне кажется, все наше поколение более инфантильное, чем предыдущие. Это близкая мне история. Главные герои сериала достигли многого в своей жизни, могут позволить себе последний айфон и поход в ресторан. Им всем не дают покоя два вопроса – счастлив ли я и что делать. Наш проект – это взгляд на сегодняшнее поколение успешных 30-летних, у которых есть все, кроме счастья. Марина Васильева также рассказала подробности о сериале. Мне на пробах один режиссер сказал, «Жанр – это жизнь. Это очень похоже на то, над чем мы работаем. В жизни бывают ситуации, когда одновременно смешно и очень грустно. Мне кажется, наш проект – это универсальная история». В первом эпизоде Майкл, Кузя и Антон переезжают в новую студенческую общагу. Их селят в блок к девушкам, Кристине, Яне и Маше. Кузя сразу же положил глаз на Машу. Майкл пытается вспомнить, где он познакомился с Яной. А Антон сделал непристойное предложение Кристине, за что и поплатился. В этом ситкоме зрители увидят как некоторых уже знакомых персонажей, так и новичков. Старое общежитие, в котором жили уже полюбившиеся герои сериала «Универ» идет под снос. Пятикурсники Антон и Кузя, оставшиеся на второй год, переезжают в новый блок. В качестве аспиранта возвращаются в университет Майкл. Соседками ребят в новом блоке оказываются новенькие девушки Кристина, Маша и Яна. Кузя – студент филологического факультета. Он спортсмен, а также выступает с песнями собственного сочинения. Простой, недалекий парень, добрый и бесхитростный. С первых серий проекта влюблен в новенькую девушку Машу, но пассия не отвечает Кузе взаимностью. Другой герой, Майкл учился на историческом факультете, пошел в аспирантуру, чтобы избежать призыва в армию. Он бабник и на данный момент одинок. Обладает хорошим чувством юмора и всегда окружен множеством поклонниц. Антон Мартынов – сын олигарха Льва Мартынова. Высокомерен, хитер, меняет девушек как перчатки, а к своим соседям по общаге относится потребительски. Актер Станислав Ярушин рассказал в интервью о своем герое в сериале. Отец оставил его на второй год, так как не поверил, что сын написал диплом сам. Антон привык к ребятам. Он по-мужски, с пониманием дружбы стал относиться к Майклу. Он знает, что с ним можно поделиться какими-то секретами, интимными тайнами. Мало того, он потихоньку начинает любить даже Кузю, которого считает удивительным тупорезом, понимая, что того не исправишь. А впереди у Антона «Все будет хорошо» и «Любовь тоже». Режиссером проекта стал Константин Смирнов. Над сценарием работали Вячеслав Дусмухаметов и Семен Слепаков. Саундтрек к сериалу записала российская рок-группа «Градусы». История мира после апокалипсиса, в котором осталось очень мало людей, сумевших выжить после падения цивилизации. Все они заражены странным вирусом, который поражает участок мозга, отвечающий за сон. Только вмешательство извне вытаскивает людей из сна, которые через несколько часов переходят в смерть. Казалось бы, общая беда должна объединить всех оставшихся в живых, но люди больше не доверяют друг другу. Вооруженные банды рыщут в поисках бензина и еды, а стаи одичавших собак представляют не меньшую опасность. В первой серии бывший пациент психиатрической больницы Саша Морозов возвращается к себе домой. Но в результате вспышки вируса остается один. Его сестра, муж сестры и их сын быстро умирают. Сериал является эксклюзивным проектом «Опко». О начале работы над ним стало известно во время киновыставки, которая проходила в Каннах в октябре 2019 года. На этом престижном международном форуме платформа «Опко» презентовала многосерийные фильмы, собственные оригинальные продукты. Премьера состоялась на международном фестивале веб-сериалов 31 июля 2021 года в Нижнем Новгороде. Всего в смотре участвовали 44 веб-сериала из разных стран, от России было представлено 17 проектов. Креативный продюсер сериала Борис Хлебников подчеркивал, что проект был задуман еще до наступления пандемии 2020 года, и тогда же он поступил в разработку. Это было некое фэнтези, постапокалипсис. И как только началась пандемия, была мысль, что надо как-то меняться в сторону происходящего. Но быстро решили этого не делать, чтобы наш проект не стал актуальной журналистикой. Так как журналистики идет быть актуальной, а кино должно быть обдуманным. Тем не менее, авторы продолжали писать уже во время карантина, привнося туда уже много своего нового. В проект входят основной сериал и 8 веб-сериалов, посвященных каждой параллельно развивающейся истории. Все части проекта объединяет тема – поведение людей в ситуации случившегося апокалипсиса. Линии героев всех историй периодически пересекаются, и персонажи влияют друг на друга. Объединяются на своем пути или повстречавшись, продолжают путь поодиночке. Дополнительные веб-сериалы нужны, по словам директора по контенту Обка Макара Кожухова, чтобы раскрыть героев и придать истории объема. Он также отметил, что идея проекта возникла задолго до пандемии. В дебютной серии рассказывается история про трех лучших подруг – Шуру, Юлю и Аню. Им по 18 лет, все самое важное в жизни происходит у них в первый раз, и они подходят ко всему с юношеским рвением. Шура Ермакова влюбляется в преподавателя и в тот же день узнает, что в ее семью вернулась мама, которая бросила ее в детстве. Юля никак не может разорвать отношения со своим парнем-полицейским, который ей постоянно изменяет. А Аня, используя связи своего папы-продюсера, раз в неделю придумывает себе новую карьеру. Сериал рассказывает о многом. О дружбе, о взрослении, о любви, о влюбленности, о поиске себя, о разнице между мудрыми детьми и потребителями взрослыми. О предательстве, о прощении и, наконец, о вечной и нерешаемой проблеме отцов и детей и жизненных ситуациях, которые требуют трудных решений. Слишком много важных и сложных тем для восьми серий. Сериал несет зрителю очень правильную мысль. Нельзя растрачивать себя на пустые отношения, а если нашел свою любовь, нужно держаться за нее и за всех сил. На примере Шуры становится ясно, как легко спутать любовь с детской влюбленностью. Создатель телесериала Алексей Чупов рассказал подробности о проекте. Продюсеры придумали название «Кризис нежного возраста», что в принципе отражает сюжет. Это о волнениях, переживаниях девочек, которые переходят во взрослую жизнь. Они только начали жить взрослой жизнью, но еще не стали взрослыми до конца. Это про весну жизни. Весна со всеми вытекающими последствиями. Мы не упрощаем проблемы, которые появляются, когда ты оторвался от родителей и входишь во взрослую жизнь. Мы не пытаемся одеть розовые очки на героинь или зрителя, чтобы показать, что все прекрасно. Мы показываем, что даже когда у тебя происходят какие-то неприятности, это не повод страдать. Мы говорим о том, что на самом деле все равно ты остаешься молодым человеком, у которого все впереди. Ты можешь радоваться, смеяться и веселиться. Отсутствие розовых очков – это главное отличие в том, как мы смотрим на своих героинь. Они не знали друг друга до того дня, пока в одном клубе их не отравили неизвестным ядом. И теперь тем из них, кто не умер на месте, предстоит выполнить несколько заданий загадочного кукловода. Он единственный в мире имеет антидот. Если задания будут выполнены, то наградой для выживших станет противоядие. В первой серии нескольких молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, судьба сводит в баре «Фантом». Дэн – безработный музыкант, нуждающийся в деньгах. Марина – амбициозная журналистка, чья новая статья грозит ей увольнением и судебным разбирательством. Саша пытается помочь единственному брату, угодившему в тюрьму. Славе необходимо скрыться после неудачного взлома базы данных. Хмурый, бывший сотрудник спецслужб, решает немного подзаработать. А Грек оказывается не в том месте и не в то время. Как только клуб заполняется посетителями, происходит нечто странное. В борьбе за свои жизни они должны будут получить ответы на главные вопросы, кто организовал смертельный квест, и почему для его прохождения были отобраны именно они. «Пройти, чтобы выжить» является слоганом сериала. А премьера состоялась 26 октября 2015 года. Съемки сериала стартовали 24 апреля 2014 года в Риге. Режиссеры Андрея Загидулина создатели пригласили на проект, увидев в интернете его короткометражный фильм «Наблюдатель». Ему устроили череду проверок, он делал наброски кадров сериала, снимал тизер, доказывал, что умеет работать с группой, а также прошел процесс согласования своей кандидатуры с телеканалом СТС. И только после этого с ним был подписан договор. Специально для сериала несколько художников вручную сделали часть артефактов, медную шкатулку с секретом, металлический шар, шифровальную машинку, шприц. В процессе съемок было задействовано более 150 локаций в столице Латвии и ее окрестностях. Длинные волосы у героя Павла Прилучного были выбраны для того, чтобы подчеркнуть творческую профессию его героя Дэна. Согласно сюжету, он музыкант и диджей. Латышских актеров в сериале озвучил известный переводчик эпохи видеокассет Андрей Гаврилов. Сам сериал был впервые анонсирован в 2013 году. Хаят родилась в небольшом провинциальном городке. Вместе с двумя своими подругами она переезжает в столицу. Другой главный герой по имени Мурат – красавец и богатый наследник. Их первая встреча была наполнена ненавистью, однако через некоторое время между ними вспыхнуло настоящее чувство. Молодые люди отчаянно полюбили друг друга. Но смогут ли они пронести свою любовь через многочисленные трудности и испытания? Премьера турецкого романтического сериала с элементами комедии состоялась 15 июня 2016 года. В главных ролях – Бурак Денис в роли Мурата Сарсилмаза и Ханде Эрчилл в роли Хейта Узуна. Действие происходит в Стамбуле и следует роману на рабочем месте в многонациональной модной компании Сарти. Сериал транслировался более чем в 30 странах мира и собрал миллионы просмотров на YouTube. Хаяту Зун – уроженка деревни Гирисун и дочь рыбака. В первых сериях проекта она вынуждена искать работу в Стамбуле, иначе ей придется вернуться к своей семье в деревню. Если это случится, то ее строгий консервативный отец заставит вступить ее в брак по расчету. В настоящее время она живет со своими лучшими подругами, а их мать навещает их. В случае ошибочной идентификации она получает работу в международной текстильной компании Сарти в качестве личного помощника Мурата Сарсилмаза, главы этой самой компании. Мурата тянет к Хаят. Это вызывает зависть у бывшей девушки Мурата, Дидьям, ведущей модели компании. Дидьям вызывает недоразумения, которые заставляют Мурата оттолкнуть Хаят, но затем он преследует ее и приносит извинения. В конечном итоге Дидьям была уволена за ее заговоры. Личный шофер и лучший друг Мурата, Керим влюбляется в ИПЕК, и позже она отвечает на его авансы. Мурат приводит Хаят к себе домой, чтобы оправиться от панической атаки, вызванной Дидьямом. Они сблизились на выходных, но затем прибывает Дидьям, утверждая, что беременна. Мурат рассордился, но принимает на себя обязанность жениться на Дидьяме ради ребенка. Обе семьи встречаются и решают свою свадьбу. Мурат разъясняет им, что брак – это всего лишь формальность, чтобы узаконить ребенка. Мачеха Мурата, Деря, также узнает правду и помогает Дидьяму инсценировать выкидыш до того, как ее правда будет раскрыта, что освобождает Мурата от предполагаемой ответственности. Вторая половина XV века. Москва. Последние правители Византии-палеологи бежали в Рим. После смерти первой жены, князь московский Иван III получает предложение послов из Рима жениться на юной византийской принцессе в изгнании по имени Зоя-палеолог. Иван III отправляет в Рим доверенного воеводу Хромова и своего нанятого монетного мастера, итальянца Фреа. В первой серии послы привозят Зою из Рима в Москву, где при повторном крещении она принимает новое имя – Софья. Однако, став великой княгиней московской Софьей, Зоя-палеолог не оправдала надежд Папы Римского по расширению влияния католической церкви на Руси. Попытки посылать эмиссаров с целью убедить Софью следовать линии Рима, а в дальнейшем – убить ее – заканчиваются провалом. В сериале показаны наиболее яркие моменты правления Ивана III, война с Новгородской республикой, ссора и дальнейшие перемирия с братьями Борисом Володским и Андреем Большим. Также показан выход из-под власти Золотой Орды и противостояние между Софией и Еленой Волошанкой, которая является женой старшего сына Ивана III. Съемки сериала начались в ноябре 2014 года и проходили как за границей, так и в России. Для съемок на территории ВДНХ была выстроена декорация московского Кремля, соответствующая его историческому облику XV века. Тогда он был белого цвета, вместо привычного для нас красного. Специально для фильма реквизиторы нашли антикварную посуду и утварь того времени. Для проекта было сшито более тысячи костюмов. Тысячи россиян посетили выставку о создании этого телепроекта. К съемкам сериала были привлечены консультанты и эксперты. В телевизионном фильме с высочайшей точностью воспроизведены костюмы и предметы быта эпохи. Также телезрители увидят сцены сражений и природных катаклизмов, тайны и интриги средневекового Великокняжеского двора, любовь и ревность, колдовство и покаяние. Перед художниками по костюмам в фильме стояла очень сложная, но невероятно интересная задача – одеть весь Великокняжеский двор Москвы XV века. И абсолютно каждый костюм должен смотреться художественно ярким, выразительным, ведь это одна из главных составляющих образа. В московской трехкомнатной квартире живет молодая семья. Костя, его жена Вера и их дети, пятилетняя дочка и два двухгодовалых сына-близнеца. И все было бы в их жизни прекрасно, если бы не родители Кости, которые живут рядом с ними на одной лестничной площадке. Сколько раз Вера не пыталась повлиять на мужа, чтобы он попросил своих родственников перестать быть такими назойливыми, но все безрезультатно. Разрешить эту проблему Костя не в силах. Конфликты и проблемы, с которыми пытаются справиться герои сериала, жизнены и очень типичны для любой семьи. Решение этих проблем, конечно же, развивается по законам ситкома, но и эти законы имеют свои границы. Первая серия проекта начинается с того, что в семье Ворониных-старших к ссоре может привести все, что угодно. Как итог, мама Кости пришла жить к сыну, а его жена Вера ушла в квартиру родителей. Георгий Дронов высказал мнение о своем персонаже. Мой герой Костя абсолютно среднестатистический парень. У него есть цель, работа, семья, но и непреодолимые жизненные препятствия в виде его родственников, которые создают огромное количество проблем. Все конфликты решаются через него. Он хочет, чтобы всем было хорошо. Пытается сделать лучше для всех, начинает забываться, путаться, и в результате получается глупость. Но несмотря на это, он постоянно окружен любовью своей семьи, и это важно. Станислав Дужников также рассказал о своем персонаже. Мой герой Леня, прямолинейный, всегда недовольный, уставший, стеснительный, хотя ему уже около сорока. Он разведен и пытается наладить личную жизнь. Но это получается у него со скрипом. Он даже поцеловаться со своей подругой нормально не может. По сути, он человек, который до сих пор не освободился от каких-то детских ужимок и комплексов, и ведет себя как мальчишка 12-13 лет. А Екатерина Волкова о своей героине сказала следующее. Вера – очень мудрая женщина. С одной стороны, она мягкая с детьми и мужем-костиком, который иногда ведет себя как ребенок. А с другой стороны, она умеет быть жесткой, потому что она – единственная, кто может расставить все точки над «и». Этот сериал ясно показывает, что безобидной лжи не бывает. Рано или поздно даже самая тайная мысль оказывается в реальности настоящего времени. Создатели проекта предлагают зрителям представить ситуацию, когда такая реальность материальна и действительно существует. И самые безжалостные фантазии в ней воплощаются. Это история о человеке, для которого слились воедино власть, вседозволенность и безнаказанность. Действие фильма происходит в петербургской школе. Одна из учительниц выпрыгивает из школьных окон у учеников на глазах. Капитану с именем Игорь предстоит провести расследование, чтобы выяснить причины этого поступка. И для этого он знакомится с лидером класса, который в свою очередь расскажет капитану правила игры под названием «Спас». Это история о том, как можно легко манипулировать еще не окрепшим сознанием детей. До чего может довести безнаказанность, деньги, связи, ложь. Подростки как губка, которая все это впитывает и проецирует в жизнь. Ведь ни для кого не секрет, что дети могут быть очень жестокими. Здесь стираются границы между игрой и реальностью, судьба разбивается о чью-то больную идею, а тайны бережно хранятся в самых темных уголках памяти и души. Главные роли исполнили Артем Ткаченко и Александр Петров. Сериал получил две премии «Золотой орел» в категориях «Лучшая мужская роль на телевидении» и «Лучший телефильм». А в 2019 году права на сериал приобрел сервис Netflix. Александр Петров, исполнитель роли Михаила Барковского, рассказал подробности о проекте. Название сериала – это название компьютерной игры, на которой держится сюжет и завязка истории. Съемки были очень трудные. Во главе стояла история про компьютерную игру, про вымышленный мир, который люди придумали и создали, и насколько он опасен для нашего мозга и нашего сознания. Мозг воспринимает это как реальность. Эта тема настолько актуальная и на самом деле страшная. С появлением виртуальной реальности управлять сознанием людей, особенно молодых, становится крайне просто. Я с большим удовольствием буду смотреть этот сериал, чтобы себе же ответить на некоторые вопросы. Казалось бы, что общего между девушкой Олей из провинции и дочерью миллиардера Марго? Они обе хотят заработать много денег. Оля – это приезжая простая девушка, которая едва сводит концы с концами. А Марго – девушка из высшего общества, внезапно лишившаяся своего статуса и состояния. По иронии судьбы, она вынуждена устроиться официанткой в кафе, где, собственно, работает Оля. Вместе девушки начинают подумывать о своем прибыльном бизнесе. Тем более, что почти все для этого у них есть. Все, кроме денег. Но на одни чаевые дела не откроешь. В первой серии Оля, находясь в тяжелом финансовом положении, трудится на двух работах. А Маргарита может получить все, о чем можно только мечтать. Но внезапно жизнь девушки кардинально меняется. И ей приходится идти на работу. Оля и Марго совершенно не похожи друг на друга. Но их объединило отсутствие денег и необходимость работать официантками в подмосковном кафе. На что пойдут девушки, чтобы решить свои проблемы? Сериал является российской адаптацией американского ситкома «Две девицы на мели». Весной 2016 года стало известно, что телеканал «Пятница» готовит к премьере российский ситком «Две девицы на мели». Оригинальная версия проекта «Скэт Деннингс» и «Бэт Берс» вышла в 2011 году на американском телеканале. Проект продлился шесть сезонов и получил премии «Эмни» и «Выбор народа». Режиссером российского сериала выступил Константин Смирнов, известный по таким работам, как «Зомбоящик», «Беглые родственники», «Универ», «Новая общага». Съемки российской адаптации «Двух девиц на мели» стартовали в июне 2017 года. Изначально планировалось, что ситком будет транслироваться на телеканале ТНТ, но потом было объявлено, что премьеру ситкома покажет «Пятница». Одни из главных ролей в проекте исполнят звезда комедийного шоу «Однажды в России» Ольга Картункова и лучший друг Дмитрия Нагиева в сериале «Физрук» Владимир Сычев. Картункова воплотит образ героини Макс, которую в оригинале играет Кэт Деннингс. Она колкая, знающая жизнь, работает на двух работах, чтобы свести концы с концами. А Левтини Тукан досталась партия Кэролин, утонченной барышни с трастовым фондом, которой по воле случая пришлось податься в официантки. Три энергичные подруги раннего пенсионного возраста, Зинаида, Лидия и Екатерина, живут со своими взрослыми детьми. Ежедневный вечный квартирный вопрос переплетается для них с такой же вечной темой отцов и детей. В один из прекрасных дней дамы решают уехать и освободить детей от своего общества. Втроем они отправляются в путешествие, в конце которого становится очевидно, жизнь, когда вырастают дети, не закончена. В первом эпизоде, устав от отсутствия внимания и откровенного прозябания на пенсии, старушки решают пожить для себя и уезжают из города. Они отправляются навестить их четвертую подругу Полину, с которой не виделись почти 15 лет. Дети, испуганные внезапным исчезновением матерей, пытаются установить их местонахождение. Сериал представляет собой современную мелодраму с элементами комедии. Режиссером стал дебютант Иван Бычков. А над сценарием работал Вадим Тартаковский, знаменитый своими работами «Бабоньки», «Герасим» и «Все будет хорошо». Основное действие разворачивается на фоне Волжских берегов, коломенских церквей и московских двориков. Фильм снимали в Коломне и в Дальнем Подмосковье, а в работе над картиной принимали участие актеры Коломенского театра и местные жители. Продюсер сериала Наталья Серова рассказала о деталях проекта. Человеку в любом возрасте недостает любви. Особенно женщинам, у которых взрослые дети. А разделить проблемы с подросшим чадом рядом – не с кем. Вот и получается, что милые дамы несут героически свой крест. С одной стороны, непонимание и вечный конфликт родителей и детей, с другой стороны, нерастраченной любви. Актриса Татьяна Орлова также поделилась подробностями о проекте. «В сериале мне нужно было водить машину. У меня есть права, и я умею это делать. Но на съемках автомобиль был непростой. Волга 61-го года выпуска. С нею раньше я, конечно, не сталкивалась. Мало того, что переключение передач находится на руле, так еще и нет усилителя. Чтобы повернуть руль или нажать на педаль сцепления, приходилось прилагать немалые усилия. Это трудно. Более сложного, чем этот автомобиль, я ничего в жизни не водила». Санем – девушка веселая и жизнерадостная. Каждое утро она просыпается пораньше и открывает магазин вместо больного отца. Потому ее и прозвали «ранняя пташка». Девушка вынуждена искать хорошую работу, иначе ее выдадут замуж за друга детства. В конце концов Санем устраивается в издательство, где работает ее сестра. Здесь и начинаются ее приключения. В первой серии Санем утром проводит несколько часов в бокале своего отца. После проводит свой день, мечтая и работая над книгой. Она очень довольна своей жизнью. Пока родители не скажут, что если она не найдет должной работы, она должна выйти замуж. Теперь Санем придется начать работать в офисе вместе со своей сестрой. Она еще не знает, что там ее ждет большая любовь, о которой она мечтала. Санем очень хочет стать писательницей и живет на Галапагосских островах. У Азиза – владельца рекламного агентства, двое сыновей Эмре и Джан. Эмре хочет взять на себя управление бизнесом, но его отец считает Джана более подходящим для этой работы. В итоге отец назначает его управляющим агентством. Но Джан предпочитает быть фотографом в отдаленных уголках мира. В конце концов Джан соглашается руководить компанией, когда узнает о проблемах со здоровьем своего отца. Азиз также говорит Джану найти шпиона в компании, которая помогает их конкуренту – Айлин. Эмре не нравится идея о том, что его брат является управляющим, ведь он считает, что заслуживает эту должность. Поэтому планирует заставить его потерпеть неудачу, наряду с тем, что он является настоящим шпионом. Данный турецкий телесериал транслировался с 26 июня 2018 года по 6 августа 2019 года на канале Star TV. В главных ролях проекта снялись Демитас Демир и Джан Яман. В 2019 году сериал выиграл награду «Золотая бабочка» за лучший романтический комедийный сериал.